Привет, спортсмены! Спасибо вам огромное за то, что следите, смотрите, интересуетесь. Ну а главное, пишите нам комментарии под каждым видео. Мы, кстати, читаем их все и отвечаем на них регулярно, почти на каждый. Друзья, сегодня очень необычный выпуск. Сегодня мы хотим раскрыть окончательно тему, что такое Ситу Скай. И отправили нашего нештатного репортера Юру. Он, кстати, знаком вам по нескольким нашим фильмам. В Турцию, для того, чтобы он прокатился, проверил и показал нам всем, что такое Турция глазами обычного парня в Сибири. Ребята, смотрим, волнуемся, ну а главное, ставим лайки и комментируем. Сегодня сбылась моя очередная эндуро-мечта. Мне повезло оказаться в Турции. Отправляясь в Турцию, я планировал отдохнуть от эндуро и побыть с семьей. Но после одного дня лежания на пляже, что-то пошло не так. Привет всем, дорогой. Меня зовут Эрхан. Я организацию Ситу Скай и организацию Ситу Скай, я организацию Ситу Скай. Привет, спортсмены. Меня зовут Юра. Я вне штатный репортер канала «Все в эндуро». Вы могли видеть меня в фильмах про Алтай и Архиз. Сегодня сбылась моя очередная эндуро-мечта. Мне повезло оказаться в Турции и катнуть по трекам Ситу Скай. Ситу Скай и организация Ситу Скай. Турция Отправляясь в Турцию, я планировал отдохнуть от эндуро и побыть с семьей. Но после одного дня лежания на пляже, что-то пошло не так. Предлагаю вам вместе со мной посмотреть, что значит Situ Sky для простого парня из Сибири. Итак, спортсмены, я на пути к точке старта. Пока еду, расскажу вам немного о туре. Сколько стоит? Стоит тур 260 евро. Но так как мой отель находится достаточно далеко, между городами Анталья и Алания, мне с трансфером в тур вышел в 320 евро. В эту цену входит мотоцикл Husqvarna, инжекторный 2020 года. Практически новый. Экипировка и гид. Гид русскоговорящий, зовут его Ерхан. Попозже мы с ним познакомимся. Гиду я, кстати, предварительно показал фильм от Псев Эндуро. Про Гонку Ситу Скай, русскоязычный фильм, он сказал, что он его видел. Также он сказал, что Камушкин его друг. Здравствуйте, Вадима Камушкин. Привет, где ты? Может сделать вывод, что этот гид очень плотно интегрирован в русскую эндуро-тусовку, знает многих гонщиков. И я рассчитываю на радушный прием и интересную катку. Так, меня встретил Ерхан на такой тачке. Смотрите, Navara Jarvis Edition. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, все, Вендуро. Меня зовут Ерхан. Я организатор Ситу Скай и организатор Jarvis Signature Tours Ситу Скай. Сегодня будет прокат на Forest Race Ситу Скай. Будем узнать, как выглядит сейчас после соревнования. Кстати, Jarvis приедет после Нового года и будем очень много видео снимать. На нашем канале. На нашем инстаграме Jarvis Signature Tours Ситу Скай. Пожалуйста, подпишитесь. Приезжайте. Всем жду. Всем привет. Спортсмены, ну что, я добрался до магазина Ерхана. Это Base Camp, откуда мы стартуем. Почти два часа ушло у меня на дорогу с отеля. Зацените, на каком мотоцикле я поеду. Это Хускварна 2020 года. ТЕ-250 Тай. Интересный факт, что турки не покупают трехсотки, как мне объяснил Ерхан. За эти пятьдесят кубиков у них налог почти три тысячи долларов. То есть техника до двухсот пятидесяти кубов не облагается налогом. А свыше трехсот уже три тысячи долларов разница. Он говорит, что если очень хочется трехсотку, то они делают так, что покупают 250-ку и отдельно покупают цилиндр. Цилиндр тысяча долларов стоит. На чем ездят в Турции? Мусс не ставят. Говорит, что мусс умирает за пять-шесть покатух. Поэтому используют здесь камеру. Толстая камера Лучолли. Такая камера под два буксатора. Семь миллиметров у нее толщина. Резина стоит. Впереди стоит Митос. Такой достаточно мягкий. Фимовский. Сзади стоит Мицеллер. Достаточно жесткая резина. Не знаю, почему такая для гор. А вот на этом мотике, смотрите, в каком состоянии резина уже. Просто вообще адовая. Это часть, то есть это последний четвертый рейс. Это трек. А, это типа на Олимпус идет, да? Мы зашли сюда, чтобы прогреть чуть-чуть. И сейчас на каньоне будем кататься немного тоже. Потом поедем начало форс-рейса. Поехали. 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 Поехали, что с Скалолазой, с мотоциклами. Вирхан, мы с тобой начали в машине говорить. Ты сказал, что ты организатор гонки Ситус Хай. Расскажи немного о самой гонке. Я так понял, что еще основное отличие в том, что здесь не как на других гонках, три разных трека, бронза, серебро, голд, а все по сути едут по одному треку, но сложность сложность определяется дальностью самого трека это так да короче у нас вообще четыре дня гонка первый день пляж на пляже бич рейс называется это квалификация остальные три дня разных места разных гонки forest race sky race и mountain race но у нас всех все гонщики катает на одном этапе ну сколько можешь дальше приехать получаешь бронг сильный потом год и у нас еще еще отличается самое главное почему мы называем the most enjoy the hard end race потому что район кемер это туристическое место вы можете приехать свои семья друзья так далее и может отдыхать и и участвовать на соревнования тоже одно и время не других не как других на соревнованиях живешь какой-то палаты или гора где-нибудь у нас начинается 9 утра до двух часов максимально после двух свободно хочешь отдыхай больше тренируйся хочешь покатай как хочешь понятно ладно погнали дальше а и а и ну и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я участвую в турецких чемпионатах, конечно, за вирусом в этом году не был. Расскажи, кстати, ты мне уже рассказывал про чемпионат, как он проходит. Это однодневная гонка, да? У нас типа как бы EndroGP формат, то есть не совсем экстремальный, но в разных городах бывает, и Кемер, где Ситускай, один этап. То есть у нас 8 этап в Турции, в разных городах, ты должен получать лицензию с федерацией мотоциклов. И там бывает, на турецких чемпионатах бывает разный этап, то есть EndroTest, MotocrossTest и ExtremeTest, типа SuperEnduro. И они тебе дают время, ты на это время, допустим, полтора часа, ты должен весь этап проехать за полтора часа. И профессионалы крутят четыре раза. А начинающий два, и ветеран два раза. Ну, он бы чуть-чуть на скорость, если честно. Ну, не как Hard Enduro. Он Enduro, классический Enduro, можно сказать. Понял. А еще про тренировки расскажи. Ты говоришь, у тебя есть какая-то локация с песком рядом. Как вы тренируетесь? Как вообще местные эндуристы тренируются? То есть там есть ли эндуропарки, треальные секции, какие-то камень, песок, ручьи? У нас в Кемере все есть. Можно сказать, зимой, когда пляжи закрыты для туристов, можно сказать, даже на пляже можешь тренироваться на песок. Если живешь в Анталии, например, я живу в Анталии, в Кемере. Это 50 километров от Кемере. Мне, недалеко от моего дома, есть песочные места, типа дезерт, как в Дубае, около пляжа. Я тренируюсь, силовые тренировки я там тренируюсь, а эндуро я здесь, то есть в Кемере тренируюсь. У нас есть мотокросс, мотокросс-парк тоже есть, и супер эндуропарк есть. То есть круглый год можно тренироваться. Отлично. Ладно, погнали дальше. Поехали. Так, приехали в Форест Рейс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Это действительно most enjoyable race, подтверждаю, ничего сверх ужасного прям нет Реально человек, даже такой как я, второй сезон на мотоцикле, как минимум бронзу может проехать О, красивая такая локация Экшн начинается Мы туда поедем? Да Круто Мы сейчас добрались до самого техничного этапа второго дня Примерно километр идет вот такой трек Будет интересно Мы когда сюда ехали, я часто на камнях видел красно-белые такие рисунки Что это значит? Это значит дорога Ликья Дорога Ликья почти 5000 лет Дороги, раньше люди использовали эти дороги Она около 500 километров И с разной стороны люди переезжают Именно трекинг занимают, кто переезжает и ходит на этом И мы тоже иногда используем эти дороги на соревнованиях Мы сейчас поедем один километр по сути по древней дороге Да Да Стоять Комментирует Очень Стоять И Стоять Продолжение следует... Продолжение следует... Выезжать сюда без защиты чревато. Я и сам вот ехал, наверное, распять металлический лязг, прям клацая шмотиком о камне. Здесь стоит передняя защита тормозного диска штатная, КТМовская. Вот здесь у них есть также местный бренд турецкий, МОТО-С называется. Такая штуковина. Корыто, это не ПИТЭЧ, это тоже местный производитель турецкий, МОТО-С. Защита резонатора. Тормозной диск, также защита от местного МОТО-С производителя. Защита радиатора. Также местные ребята делают. Карбоновая крышка. GP Composite. Тоже местный производитель. Защита маятника. Пластик. Полиспорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...